Титр Мирпур титр на какую-то долю секунды Хотелось бы посмотреть, что там со скоростью Потому что своевременной была постановка Так что можно было бы Поэтому можно было бы Как раз адекватно оценить Насколько это все было быстро Следующая пара участников ТОП-16 Действующий чемпион российской дрифт-серии Против одного из самых опытных Наших дрифтеров Пилота из Санкт-Петербурга Очень-очень разные автомобили. Общего у них вообще ничего, кроме четырех колес. Георгий Чевчан в роли лидера начинает эту дуэль. Очень хорошо. Через первую клиппинг-зону. Что будет во второй? По самой кромке. Пучинин тем временем был за пределами трассы как минимум двумя колесами. Будем считать на повторе. Перекладка опаздывает с этим элементом Аркадий Пучинин. И еще одна. И снова Аркадий едет намного уже, чем ждут участники очередной дуэли раунда ТОП-16. Зеленый свет. Поехали. Как близко два автомобиля. Мне показалось, что там даже контакт назревал между двумя машинами. Достаточно было довольно осторожного движения Аркадия Пучинина. Аркадий добирает угол второй клиппинг-зоне. Очень близко к нему Георгий Чевчан. Перекладка. Удержится ли Аркаша? Да, удержался. Надо же. Гоча срезал там по траве. И попал в предпоследнюю клиппинг-зону. Аркадий Пучинин. Вот это было здорово. Давайте посмотрим повтор. А Никита Шиков встретится с... Кем бы вы думали? Да, с Гочей. Единогласное решение судейской коллегии. Сильвия С-15 против Тойоты ГТ-86. Последний представитель команды Форвард Авто, у которой традиционно как-то не складываются отношения с этой трассой. Сатрон Интернешнл Сокет. Мы посмотрим, что будет на сей раз. Георгий Чевчан в шаге от полуфинала, как и Никита Шиков. И не удается постановка Шикову. Бьет он свой автомобиль. Ой-ой-ой-ой. Практически по рецепту Сваринского. И огонь даже. Боже, что ж там горит? Выскакивает Шиков из автомобиля. Вот чего сейчас не следовало, наверное, делать, так это открывать капот самостоятельно. Сразу здесь спасатели с огнетушителем. Все. Быстро ликвидировали возгорание. Браво, браво спасатели. Сейчас, конечно, будет там контрольный пролив, чтобы убедиться, что ничего больше не загорит. Температура там, конечно, очень высокая. Ох, сразу вспомнился мне Федерико Шерифов. Евгений Лосев и Аркадий Цереграцев. Поехали. Гоча в роли лидера в дебютном акте этой дуэли. Первый проезд этого хита. И Гоча умудрился оторваться от соперника с более мощным двигателем. Причем больший угол сейчас у Гочи. Там Аркаша скорректировался во второй клипинг-зоне. Смехродной перекладкой тоже не получился. Одно колесо было за пределами трассы у Скайлайна. Но теперь уже Аркаша вплотную подъехал к Гочи. И вот здесь мы наконец-то увидели минимальную дистанцию между двумя автомобилями. Поменялись местами. Как мне показалось, там за долю секунды до зеленого сигнала Аркадий попытался сорваться с места. Бортоборцы, вне менее, разгоняются автомобили. Гочи рискует таким образом. Но этот риск в данном случае совершенно оправдан. Синхронная постановка. Минимальная дистанция между автомобилями. Оба маржут мимо второй клипинг-зоны. Где они? Вот они. 120 км в час было на постановке. И Гочи мертвой хваткой вцепился в своего оппонента. Аркадия Цереграцева. И не отпустил до самого финиша. Аркадий Цереграцев будет сражаться за третью ступень пьедестала почета. Вот Аркадий Цереграцев точно не был среди тех, кто как-то особенно был рад. Но я думаю, что более-менее теперь свел счеты с отроном Аркадий Цереграцев. Оказался уже на подиуме. Теперь может спокойно смотреть на своих коллег. Как Владивосток представляет Илья Федоров и Красноярск Георгий Чевчан. И они начали эту финальную битву. Теперь только ваши аплодисменты, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ Поехали! И у нас есть судейское решение. Победителем второго этапа РДС Гран-при 2018 становится Георгий Чевчан. Сейчас какой-то... Можешь вспомнить ключевой момент этого этапа? Когда ты уже понял, что, в общем, все складывается. И уже можно как-то, если не рассчитывать, то прицеливаться на подиум. Ну, конечно же, мы поработали. Все, что поняли на прошлых этапах в Рязани, воспользовались. И применили все записи, которые в прошлом году записали. Все попробовали по настройке подвески, по ширине колес, по давлению в шинах. Стена, которую не видно вечером, потому что засвеченная вот эта часть. Здесь тоже визор специально подбирали, наш шлем. Много пунктов мы применили и получилось. Аркадий Цареграцев, Илья Федоров, Георгий Чевчан!